Жители 47 и 49 домов в 27 микрорайоне бьют тревогу. Нет отопления. У негодующих не осталось инстанции, куда бы они не обращались последние пять лет. В редакцию обратились жильцы, отчаявшиеся и уставшие ждать положительные решения проблемы. Подробнее в следующем видеосюжете. Самигао уже 15 лет проживает в 47 доме. Говорит, что в доме много проблем. Квартиры на последнем этаже пятиэтажного дома зимой не прогреваются. Когда идет дождь, вода стекает с крыши прямо в квартиры. Каждый год жители связываются с ответственными лицами и обращаются с жалобой, но результата нет. С крыши стекает вода. Сколько лет не было отопления. То ссылаются на маяк, то еще что-то. Сейчас мы говорим о новом Казахстане. На что это похоже? Почему на это никто не обращает внимания? Игнорируют. Каждый день обращаемся и оставляем заявку. В общем, не будет. Каждую зиму возмущаемся на протяжении пяти лет. Здесь проживаю 17 лет. Проблема с отоплением не заканчивается. Квартира не прогревается. Вроде как будто дали отопление, но через день два опять холодно. Проблема в системе, наверное, должным образом не работает. Если в одной комнате тепло, то в другой наоборот. В связи с интенсивным развитием города потребность тепловой энергии составляет около 750 гигакалорий в час. То есть, маяк «Азатампром» работает как единственный источник тепловой энергии. На предприятии производится около 500 гигакалорий в час. В общей сложности на подачу теплоэнергии не хватает 250 гигакалорий в час. За счет чего в одной трети города наблюдается дефицит тепловой энергии, говорит председатель кооператива собственников квартир. Строятся новые микрорайоны. Город растет. В последнее время жители 47-49 домов говорят, что рядом сплошь идет строительство новых домов. Все это действительно влияет на систему отопления. Они также нуждаются в тепле и воде. Главное – это перепланировка. Если мы нарушим предыдущий проект и поставим дополнительную батарею, и установим на балкон, и поставим игольчатый винт, сужение, и все это влияет на систему. Говорят, что по городу построят пять тепловых котлов. Администрация не сидит просто так. Они также хотят решить эту проблему как можно скорее. Специалисты утверждают, мы не дадим жителям остаться без отопления. И решение данной проблемы – это вопрос времени. Айжан Сабит Кызы Жанна Руслан Амангель Трохмердидар.